здравствуйте друзья у нас среда сегодня утречка 30 сентября завтра глядишь и лотерею объявят но не знаем так надеемся вот так что случилось то сегодня чего как-то может специалисты конечно знали но мы простые люди разве мы знали что будет дождь вот а вы видите дождь и я вспоминаю какие-то прогнозы были что вот сухо сухо вот нет дождей а вот как придет там я не помню точно помню декабрь прогнозировали как декабрь придет вот тогда уже от дуплица за все наши слезы но тогда уже будет так много что все зальет вот то было так мало что все высохло а теперь будет так много что все зальет ну посмотрим если так как сейчас то много не зальет но кто же вы знает что будет дальше во всяком случае вот я хочу сказать что у нас дождь это не такое событие что всем пофигу а дождь это событие радостное люди многие выходят погулять в дождь им нравится из негативного здесь народ за рулем который а это фактически все мы народ который за рулем не имеет навыков реально вождение по мокрой дороге вот может быть те кто там в горах у них там периодически там снежок вот поэтому когда дожди это праздник тех адвокатов которые занимаются компенсациями при автомобильных авариях то что у них сразу много работы а вот сейчас представить когда засуха у них серьезные убытки вот за офис плати зато плати за все плати бизнеса нет вот а тут вот там сейчас под насыпется ну и может быть тем кто моет автомобили им тоже как бы в радость сейчас так вот проедешь живого места тени я-то специального тоже там пару недель не моюсь у меня приятель есть вот игорек привет он в штате вашингтон живет обещал приехать на мое 60-летие вот я вам его покажу мы учились в одной группе в институте связи он такой автомобилист за еды и он мне сказал что ты пару недель машину не мой после того как покраска двери было дай вот этой краски значит прийти в себя как-то там настояться я не знаю терминологии вот этой но я-то жаловался что мне машина не помыли а он говорит это даже на самом деле признак хороший что тебе не помыли потому что вот сразу после того как свежую краску положили на дверь значит это даже и хуже было бы так что я думаю у нас будет много разногласий по этому поводу с нашей аудитории аудитория большая мнений много это хорошо но раз есть совет то я значит следую и думаю может быть дождиком мне это помоют но это как бы не сильная струя может вреда с ней нет особого тем более я уж тут дней 10 значит как уже ремонт сделал вот было какое-то количество просьб повесить остатки концерта значит дмитрия быкова выступление дмитрия быкова но сколько есть вот у меня там было в 53 минуты значит там может быть еще 20 которые не попали вот но я уже так знаете поскольку некоторые болезненно реагируют так я убрал комментарии и лайки и дизлайки там не должны показываться возле кучи я галочку там поставил чтобы не показывалось чтобы не создавать ажиотаж какой-то вокруг этого дела но я думаю что есть люди которым хочется посмотреть так сказать культуркой интересуются вот значит ну пусть посмотрите в конце концов а кому не хочется значит тому и не надо вот как бы я думаю что наличие сюжетов с дмитрием быков не приведет к проблемам там сосуществования на нашем канале людей с разными отношениями дмитрия быкова теперь что еще интересно давайте вам расскажу значит у нас месяц назад кто-то помнит кто-то нет но вот месяц назад какая то была атака на нас и атака это происходило в форме напихивания на наш канал подписчиков которые сами не подписывались то есть это произошло при абсолютном не изменение трафика то есть количество просмотров например да или там продолжительности просмотров и так далее вот десять тысяч человек то есть подписала 115 но 5 тысяч тут же в течение там следующего дня это ближайших суток тут же отписались но 10 тысяч вот точно застряли и я рассказывал что она специально там органы контролирующие там потревожил чтобы они нас поставили там на контроль и все такое чтобы не было претензий потом но они году ничего страшного пока нет нет оснований переживать в общем и так вот эти десять тысяч ровно год назад на нас упали и они как бы сказать поскольку они потихонечку иногда отписываются вот разные действия которые я совершаю в той или иной степени значит беспокоят вот вот эти десять тысяч а там уже наверно с них 9 осталось да вот вот эти оставшиеся 9 тысяч они беспокоят например скажем если я за день сделаю там пяток сюжетов да какой то лист народу сразу отписывается потому что дополнительные вот не как всегда потому что я понимаю у них там в почте значит там в таймлайне где-нибудь бам-бам-бам значит с одного места они идут отписываются люди случайно когда ветром занесло но вот что сказать такие пассивные снится сразу отписаться вот значит там находится но это абсолютно все вместе убило мой интерес к статистике вот раньше я смотрел статистику там сколько народу подписалось там сколько на сколько просмотров там лайки дизлайки вот эти все дела а тут что-то я уже прям хочу смотреть когда как бы не отражает реалий понимаете что получается не отражает реалий но что с этим делать я не знаю может быть пройдет какое-то время там несколько месяцев еще и все эти раны залечутся я не знаю хоть интересно будет смотреть на статистику сейчас интереса никакого нет потому что вот эти десять тысяч свеженьких не не подозревающих что произошло людей значит вот они привносят свою лепту так сказать в непонятки ведь я специально воду не вытираю на стекле во первых там автомат такой сработал какой то есть он сам реагирует с другой стороны мне хочется чтобы вы видели что у нас есть дождь у нас есть дождь вот этот светофор несчастный у которого мы стоим он просто две полосы превращает в одну а еще там какие-то были разговоры вот там был мигающий красный свет мигающий красный свет это стоп вот у нас так такие правила вождения что если ты подъезжаешь светофору и там красный свет мигает это значит стоп то есть в данный момент этот перекресток работает в режиме стоп вот который нам всем известен вот как подъехал как будто бы там четыре стопа да просто что так мимо светофора ехали я уже значит отвлекся вот в общем неинтересно смотреть на статистику может например там три четыре дня простоять на абсолютно одном месте может чего-то такое там подросло вот если я ничего не буду делать вообще ничего допустим два дня не буду вешать ни одного видео то подписка вырастет там может быть не знаю там на 60 на 70 человек потом я как повешу 345 может уйти может уйти на 100 пойти я окажусь в минусе то есть такое очень интересное состояние когда в если ты хочешь чтобы было больше подписчиков надо вообще ничего не вывешивать давайте но вот у нас нет такой как сказать obsession такого по этой части я извиняюсь не нашлось русского слова не подвинуты мы на подписчиках просто как бы один из элементов статистики тоже интересно я смотрю на конкретных видео там они что-то рассказывают в частности вот видео о том как заполнять анкету на грин карту я вам уже говорил что там такой индикатор получается вот когда уже идет тираж там его смотрят примерно по тысячи человек в день бывает и полторы тоже и 500 600 бывает и полторы бывают это вот такой индикатор интереса к квартире green card но сейчас посмотрим я надеюсь что завтра все будет и я какой-нибудь видео сделаю ну скорее это будет видео ликующее нежели это будет видео и сильное информативное хотя безусловно мы какую-то информацию туда дадим да то есть я должен посмотреть на анкету которая там будет доступна есть подозрение что там может быть первый день-два будет не добраться до сервиса он будет лежать там и так далее я буду держать вас в курсе я понимаю что есть люди которые не участвуют но и может быть любопытно как там чего вот так же как лотерея там с визами h1b например да там мало кто участвует на вообще интересно поскольку характеризуется что там давайте я вам еще скажу пару слов вот о чем есть такое господин бэнер который был спикером палаты представителей он собственно и сейчас и сейчас еще в этой должности он до конца октября в ней будет но он объявил о том что уходит с этой должности ликуют ликуют сильно правые в республиканского так сказать лагере он на он на самом деле ничуть не меньше республиканец по взглядам чем вот эти вот молодые коршуны которые его клюют и из республиканского же лагеря он просто то ли в силу возраста то ли в силу политического опыта может быть и то и другое он как бы старые школы он не экстремист вот вот в нем экстремизма нету то есть он не пытается разрушить до основания чтобы чего-то создать я там пример дам например республиканцы не любят обама вскую а это то обама кир не то чтобы у них было что предложить взамен это тоже очень интересно хотя они не любят но без того чтобы предложить ну хорошо ладно они не любят и они говорят вот ну а они обещали всегда что то не придут и значит не дадут денег на это потому что обама кир стоит день значит вот денег не дадут как они их не дадут а вот они не будут принимать бюджет как раз вот сегодня что ли да там дедлайн у них был сегодня сенат принял бюджет часто спускается в палату представителя смотрите вот она сегодня палате представитель а там большинство республиканцев принципе так же как и в сенате но если в сенате там такие политики можно сказать профессиональные они избираются на 6 лет они у них стабильности много то это волки молодые они там на два года избираются каждые два года надо заново они хотят себя проявить и казалось бы находясь в конгрессе соединенных штатов они должны были бы за интересы страны переживать но в данном случае каждый из них отчитывается перед своими избирателями которые у него там есть если ты хочешь избираться дальше чтобы за тебя голосовали надо как-то им показать что ты выполняешь свою программу активничаешь там и так далее и вот а дальше там маленькие округа относительно маленькие и там могут быть очень консервативные или очень либеральные это может быть в одном штате вот один округ сельскохозяйства скажем в калифорнию калифорния если на карту посмотреть она в основном то республиканская по территории как ни странно но по количеству по плотности населения там меняется картина скажем сан-франциско либеральный день там сельскохозяйственный район консервативный так вот что получается они говорят давайте мы не будем принимать бюджет 5 интересно надо принять бюджет на следующий год вот с 1 октября новый бюджет давайте мы вообще не будем этот бюджет мы его будем значит там забаллотируем или скажем так вырежем из этого бюджета отдельные статьи вырежем расходы на обама керр например то есть сделаем этот бюджет неприемлемым для демократов и вот они значит такими средствами вот мистер значит баннер он как бы сказать не такой экстремист потому что если например они упрутся и бюджет целой страны будет не принят из-за вот вот этого вот то это нанесет колоссальный ущерб государству курсу доллара доверию соединенным штатам на международных рынках собственно это уже произошло они они делали такую штучку год с лишним назад и это привело к понижению кредитного рейтинга страны поэтому что тут скажешь они ликуют торжествуют потому что вот сейчас вот он уйдет и начиная там с чего там значит с ноября они попытаются атаковать справа вот то что в стране происходит и я вас уверяю что ни для кого хорошим это не будет то есть как бы безответственные люди вот я бы я бы это все дело не в платформе на которой они стоят и не во взглядах которые они пытаются так сказать внедрить на уровне законов там и так далее а в методах в способностями или неспособности в желании или не в желании достигать компромиссов потому что политика все-таки это искусство компромисса а не искусство перекрывание горло передавливание горло значит тем с кем надо было бы заключать компромиссы эти вот есть люди которые вот такие странные ну что теперь делать да зато они от души от души устал народ от от политиков от политиканов пойти политиков не видать политикан на политикане безответственные продажные чертиканы как то нет харизматичных таких лидеров до последним наверно был клинтон такой был душка все его любили до него вот рейган был тоже такой душка вот независимо от партийности но просто быстро приличный человек или нет вот в калифорнии нас шварценеггер очень любили он такой был в долг не ангажированы вот тем что он не политикан он он иногда делал странные вещи там на референдумы выносил что такое что все голосовали против и многие думали что вот закончилась там политическая карьера шварценеггера он там поставил на голосование народ отверг но это не влияло на народную любовь народ ты знаешь может не надо вот да и голосовали против а мужика любили как бы за то что не ангажированные в общем-то честный от от души так что вот этого не хватает сегодня в политике но мир такой сложный понимаете тут топором рубить то или там как-то с плеча рубить не получается очень много нитей всяких вот видите мы с вами вляли от поля а дождичка то идет водичка падает глядишь зазеленеет что-нибудь да насчет зазеленеет тут конечно много интересных вопросов возникает посмотрим я не знаю как они собираются в целом тут бороться с изменениями в климате и вот на китай очень сильно бочку катит за загрязнение окружающей среды говорят вот существенная доля это китай и я вот с людьми беседу и которые в китае жили бывают я сам не был никогда и действительно все так говорят что действительно дышать невозможно и очень-очень плохая экология так что я думаю это следующий будет проект такой большой для нашей планеты нельзя же ее всю так вот изгадить поэтому я думаю всякая вещь для того чтобы ей заняться по серьезному должна прийти в какое-то кризисное состояние пока кризиса особо нет так вроде и нет смысла перестраиваться что это всегда болезненно это какие-то деньги это какие-то усилия чтобы деньги дать на это надо взять их в другом месте значит возникает противостояние пошло поехало в общем не исключено что вопросы экологии станут очень серьезно мы видим на самом деле за последние лет 20 мы видим как меняются отношения и острота этого дела тоже меня острота отношений к вопросам экологии вчера я смотрел это правда я с интернета смотрел господин трамп баллотирующийся в президенты соединенных штатов пока что в кандидаты от республиканской партии его значит есть такая передача называется на канале fox news называется урайли фактор за фактор и вот значит этот райли с ним беседует и говорит вот ты хочешь там налоговую реформу это мы поняли но все таки надо как-то расходы сокращать потому что все-таки дефицит большой там это далее он видда говорит он расходы я так сейчас сокращу расходы мужики так подменить будете довольны дамся и вот это вы не тут и давай конкретно говорят ему и он значит конкретно говорит он федеральные расходы очень большие на образование говорит он нефига вот это надо все сократить это безобразие и пусть на уровне штатов там комьюнити с городов вот там пусть и второе говорит он вот эти вот инвариументалисты достали и тоже вот на вот эти вопросы очень много денег мы тратим совершенно зазря как прорва толку с них никакого нет а деньги громадные он не называл суммы то есть он не говорил там мы сэкономим там триллион каждый год в бюджете этих слов не было было что они там tremendous какие-то они там экспансы какой-то там слово использовал что ну просто жуть страшная сколько денег уходит на школы и на экологию вот как интересно да кстати возврат я хотел сказать что это хорошие и хорошие аргументы он дает демократам они сейчас знаете какой крик можно поднять там про наши школы и про нашу экологию но по поводу того кто выиграл от того что молодые коршуны заклевали старину бэннеры палате представителей считается что выиграл от всего от этого клинтонша и демократы в целом потому что у них теперь появляется дополнительная возможность показать республиканцев как абсолютно несостоятельных безответственных разрушительных для страны там и так далее и я думаю нас до выборов еще годик а часто конечно важно кто будет на месте этого бэнера потому что помимо молодых коршунов есть еще руководство партии которые достаточно консервативно типа того же бэнера то есть они они не экстремисты вот но в принципе у них еще есть целый год чтобы показать на что они способны вот и это действительно может многих напугать может очень многих напугать так что мы посмотрим вот а так пока мы суть до дела там по трендели вот и наш офис надо сказать что последние пару дней в офисе стало холодно вот если до этого были дни когда было жарковато то последние пару дней мы мерзнем и свитерочки у нас там есть запас теплого там шматья вот и вот народ значит весь утеплялся а мне даже подарили зимнюю шапку с кокардой такой солдатской шапка белоснежно-белая синтетическая я как-нибудь вот надену покажу и такой белоснежный солдатик что-то могли бы кажется офицерской кокардой ну ладно уже получать как рядовой и я к вопросу утепления я вот вчера полдя в этой шапке проходил и чтобы голова не мерзла под узнать сидишь там сверху дует стрижка короткая вот давайте перевернул камеру переверну камеру чтобы вы видели что стрижка у меня короткая и сегодня пасмурно вы видите и я поэтому могу камеру в ту сторону или в эту крутить совершенно без напряжения потому что когда солнышко направление камеры зависит от того где солнышко и так получается что когда я еду на работу я я должен показывать дорогу потому что в противном случае засветится все вот солнышко вот отсюда будет идти на камеру вот так и там очень плохо будет видно все будет засвечено совершенно так вот с этой стороны идет поэтому я разворачиваю показываю вам дорогу в этом есть как бы свой технический смысл это все не просто так вот друзья ну что у нас 1006 то есть уроки ночь начались место но где вот место для начальника нету да нету место для начальника боже тут такая дура стала здоровенная так что и там нет но пошли попробуем мы искатели оппортюнити тут стала такая фура большая нет не видать с торца ну с этой стороны здания я обычно не паркуюсь даже когда есть место далековато ладно поедем на студенческий паркинг как говорят уплочено то есть мы мы платим 2000 долларов в месяц за право парковаться вот в том углу мы сейчас туда приедем вот в том углу там громадная площадина мы сначала так парковались а потом те кто владеет этим паркингом нам сказали ребята может быть вы тогда возьмете на себя какие-то расходы тоже вот и мы тут и паркуемся так опаздывают опаздывают некоторые студенты у нас так вы все отлично становимся сейчас ведь как недостаток дождя придется ходить под дождем у меня правда зонтики есть там не такой уже и дождь на самом деле а громадный все друзья я с вами прощаюсь